После Москвы очень плотно по М4, видимо, все едут на юг, прям, ну, очень большой поток машин, разные регионы абсолютно. Вот такая дорога. В конце нашего путешествия посмотрим, сколько денег мы затратили для того, чисто проехать по платным дорогам от Санкт-Петербурга до юга России. Чек и поехали! Это реклама сейчас, спасибо. Держи. Какие-то вкусняшки нам дали. 210 рублей. Сейчас такие мелочевки будут. ЦКАД. Центральная кольцевая автомобильная дорога. Движение полностью открыто. В этом бюллетене нам вот такая схема ЦКАДа. Но мы его уже проехали. Остановка у нас в Тульской области. Заехали в какую-то деревню, чтобы никого не было. Будем сейчас кушать. Нужно перекусить, набраться сил. Слышите, как сверчки. Скоро уже солнце сядет. Уже оно практически скрылось. Поэтому нам нужно обязательно покушать. В общем, в дорогу купили вот такую вот банку ветчины. У нас еще разные есть фирмы. Хотим вообще посмотреть, что нам предлагают. Эта банка ветчины стоит 105 рублей. Лужская. Будем пробовать. Посмотрим, что она из себя представляет. На хлебушек с помидорками. Но я вижу, что тут кусочки нормальной мяса. Хорошее. В таких вот путешествиях я очень люблю останавливаться где-то на природе. В тишине, в спокойствии. Вот я не люблю почему-то всякие вот эти придорожные кафе. Вот я лучше с собой что-то возьму, что-то перекушу. Конечно, можно заехать там супчик и похлебать. Но антураж путешествий, он складывается из-за вот этого вот всего. Потому что ты кушаешь, останавливаешься в тех местах, которые ты не знаешь. Ты их видишь первый раз. И ты не знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом. И это запоминается. Запоминается надолго. Уже вообще стемнело. И подъезжаем к очередному пункту оплаты. Если попадутся следующие пункты оплаты поздно, прям ночью, то о стоимости лучше буду говорить, наверное, на утро. Потому что темно и будет все плохо видно. Вот они, такие пункты оплаты. Это у нас... Вроде бы на карте было написано, что город недалеко Богородицк. Здесь взяли 100 рублей. Конец платного участка дороги. Что сейчас у нас бесплатное, докуда будет? Да, это бесплатное. Будет, как бы не будет. Так вот. Доехали мы до Воронежа. Точнее, проехали его немножко. Здесь очень такая хорошая заправка лукоила. Ставлю, наверное, даже геолокассу. Потому что здесь есть хороший туалет. Комната для матери и ребенка. В общем, хорошая парковка, где можно переночевать. И мы сегодня здесь будем ночевать в машине. И, как вы видите, что очень много людей, кто здесь останавливается. Вот. Уже даже сходили, почистили зубы, умылись перед сном. Завтра утром все покажу, что там есть. А мы все, спать будем. Мы проснулись. Доброе утро. Уже сходила умыла и зубы почистила. Приехал автобус какой-то рейсовый. Здесь у них остановка. Столько народу на полу. Просто нереально. Сейчас все это вот рассосется. Я вам покажу, как я обещала вчера, что здесь есть. Здесь хорошая остановка, потому что и туалет бесплатный, и все. И переночевали мы хорошо. Поспали. Очень здорово. Сейчас уже почти 5 часов. Вот она, детская площадка здесь есть. При мне вечером, когда мы приехали, дети здесь тоже играли. В общем, ну, хорошее место, хорошая заправка. Ну, и здесь вот обычный такой туалет есть. Раковины. Но напор, кстати, воды вечером был очень хороший. Горячая вода сегодня, так как много прям народу. Все налетели с автобусов. Там такая струйка текла. Но для того, чтобы в пути там умыться, это очень круто. Это очень здорово, что на заправках есть такие места для отдыха. И мы будем дальше собираться и поедем на дорогу. Посмотрите, здесь есть комната матери и ребенка. Вот такая. Можно пеленать своего ребеночка. Даже разогреть, оказывается, еду. Как здорово. Вот. Да и просто отдохнуть, в принципе, можно. Сейчас мы дозаправляемся и едем дальше. Цель у нас Ростов-на-Дону, потом Тиморюк, Казовское море. Вот так вот. В интернете очень чистые ролики про поездки в Крым, в Краснодарский край. Я решила тоже заснять такое видео. Почему нет? Потому что дорога, это всегда интересно. И на заметку моим зрителям, где можно остановиться, например. Кстати, вчера уже поздно ночью, как я и обещала. Сейчас озвучу цены за проезд. Это у нас Липецкая область, Воронеж, еще что-то у нас там. А, проехали Тульскую область. В общем, 60 рублей. 110 рублей. 180 рублей. И 80 рублей платные дороги. Все это я откладываю в нашу стопочку с чеками. Поехали. Так, вот у нас здесь пункт. Здесь, что у нас будет? Да, здесь оплата, скорее всего, будет. Потому что человек там, смотрю, стоит, оплачивает. А вот, видишь, расценки ночью и написано днем, сколько стоит. Доброе утро. 130. Остановка у нас снова на Лукойле. Надо нам позавтракать. Попьем чай, кофе и покушаем что-то. Потому что проснулись, еще ничего не ели. Тут огромная стоянка для машин. И вот люди тоже сидят кушают. Все, пойдем посмотрим, что там есть. Внутри народу еще больше. Тут можно покушать. Что тут вообще есть? На выбор. То есть, если вы голодны, можно тут сытно поесть. Есть еще вот здесь чай и кофе. Мы будем заказывать. И вот здесь даже тоже можно посидеть на мягких диванчиках. Но я еще покажу вам, какие на улице места для кушания. Чай у нас. Вода наливается. Потом поставим кофе. Ну, тут только получается палочки размешивать сахар. О, как она! Мою латта. Так, посмотрим, посмотрим. В общем, вот такие вот места на улице. Сейчас принесем еду и позавтракаем. А на этой заправке прям много народу. Я тоже, пожалуй, геолокацию оставлю вам в описании к видео. Здесь прямо можно даже, мне кажется, даже покруче переночевать. Потому что здесь места много. Если на ту заправку около Воронежа вы приедете, и там может не быть мест, а здесь прямо полная парковка. Очень много мест. Это вроде бы тоже воронежская область. Ну, геолокации посмотрите, кому интересно. Тут же есть детская площадка у него. И вот трасса наша идёт. Сегодня мы будем пробовать вот такую вот ветчину. Из свинины. Цену напишу на видео, сколько она стоит. Сейчас не помню. Откуда она? Она... Кто изготовитель? Калининград. Ну, да, это ветчина покруче. Прям видно, да, волокна такие мяса. Прям кушманы. Ну да, но она стоит больше. Ну всё, сейчас попробуем, как она будет. Ну, тут мясо. Мясо? Тут гораздо больше мяса. Вкусно. Хорошее. Но всё-таки вот такие высокие консервы, они гораздо лучше. Вот такие вот тушёнки. Стали кушать и поняли, что здесь в этой тушёнке больше жира, чем в том. То есть тебе та больше, да, понравилась? Да, почему-то больше, не знаю. Потому что я жирю не буду. Ну, они разные, да, конечно, по консистенции. Её, может быть, разогревать надо там. Но хотя, когда будет тушёров. Когда уже другой будет. Да, это уже немножко не то. Блин, кофе и чай 240 рублей. Какие цены? Та заправка такая. Всегда такие цены. Ну, 5 рублей за кипяток, ладно, 10 рублей от силы. Ну, просто надо термос с собой иметь, вот и всё. И пить. Пить, пить, пить. Вот. Что едем, да? Что у нас такое времени? 8 часов. 8 часов. 8 часов мы выезжаем. 9,000. 10,000. 11,000. 12,001. 10,001. 11,000. вот они и поля с подсолнухами какая красота солнечные подсолнухи вот фотографируются люди едем по ростовской области и нигде до этого момента не было таких плохих дорог они просто как одни ухабы даже вот так вот голосом слышно как она вибрирует когда будем езжать краснодарский край такого же не будет я хочу отметить для себя для вас что когда мы ехали с урала на море плохие дороги были также в волгоградской области и мы проезжали тоже часть ростовской дороги и там тоже самая была ситуация но удивляет то что это как бы федеральная трасса здесь очень много народу ездит все на море качество дорог но он оставляет желать лучшего все какое-то продавлено вот реально дорог как будто какими-то волнами идет очень удивительно конечно что вот так вот напишите где еще плохие дороги многие наверняка ежегодно ездят на юга вот напишите каких частях по вашему мнению вот такие же тоже нехорошие дороги пробки у нас в сторону от ростова а мы едем на ростов вроде пока ничего нет но видимо ремонт идет поэтому ведь просто все намертво стоит сколько в два или в три вида в два да вроде лишь полосы временем мы проезжаем ростов на дону правда тут все еще продолжается ремонт всю дорогу ростов остается справа мы едем на краснодар пробка продолжается все стоит просто глухо только наверное летом тут такое в том что со всей россии едут люди без комментариев по ростовской области мы ехали немало и все это время помимо плохих дорог что нас удивило что только здесь мы встретили такое огромное количество сотрудников дпс на дорогах это просто ну в шоке были вот честно в шоке посмотрим сейчас что будет в краснодарском крае потому что на моей памяти когда мы ехали тоже на юг прошлые годы то тоже было очень много сотрудников только заехали в краснодарский край не поверите у нас сюда с машиной бутылки бумажки всякие на протяжении всей дороги наверное вот что такое краснодарский край нельзя не остановиться было сейчас будем делать фотографии эти какая красота ну и жара просто уже отвыкли